Сегодня мы с вами будем готовить безумно вкусные тевтели с добавлением баклажанов в томатном соусе. Если вам уже надоели обычные тевтели, то я вам предлагаю рецепт изумительных тевтелей с баклажанами. Такие баклажаны можно подавать с томатным соусом. Блюдо достаточно легкое в приготовлении, требует немного ингредиентов, а все ингредиенты я пропишу под видео. Заходите и с удовольствием смотрите и готовьте. И что же нам потребуется? Потребуется фарш. У меня здесь фарш куриный вместе с добавлением индейки. Также рис. Рис я отвариваю до полуготовности. Сыр, томатная паста или томатный соус, одно яйцо, сушеный базилик, баклажаны, немного репчатого лука, соль и растительное масло. Итак, начинаем готовить. Итак, сейчас я баклажаны подготовлю. Я их очищу от кожицы, мелко нарежу и также нарежу мелко луковицу. На предварительно разогретую сковородку я наливаю немного растительного масла. Добавляю мелко нарезанный баклажан вместе с луком. И помешивая, обжариваем до румяной корочки. Далее обжаренные баклажаны и лук мы добавляем в фарш. Сразу добавляем рис. Рис я отварила до полуготовности. Перемешаем. Добавим одно яйцо. Сушеный базилик. Примерно пол чайной ложки. И солим по вкусу. Еще раз перемешаем все. Перемешивайте очень хорошо. Фарш у нас уже готов. И сейчас мы приступаем нарезать сыр. Сыр мы будем нарезать небольшим кубиком. Желательно брать сыр твердых сортов. И нарезаем кубик. Примерно вот такой. Сейчас подготовим соус. Я взяла томатную пасту. Вы можете взять любой томатный соус. Это уже на ваше усмотрение. Добавляю сюда воды. Вода у меня теплая. И начинаем разводить. Чтобы у нас получилась консистенция соуса. Еще добавим. Добавим немного сахарку. Совсем чуть-чуть. Примерно пол чайной ложечки. По своему усмотрению. Вы можете добавить сюда также чесночок. Конечно желательно сюда чеснок добавлять сухой. Чтобы он у вас не горел. Обязательно соус солим по вкусу. Перемешиваем. Вот такой он должен получиться. И дальше готовим тевтели. На предварительную разогретую сковородку наливаем растительное масло. И формируем тевтелю. Берем фарш. Распределяем на ладони. Помещаем туда сыр. И закрываем сыр. Формируя тевтелю. Вот так. Помещаем на сковородку. И обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Обжариваем тевтели с двух сторон до образования красивой румяной корочки. Такие тевтели можно приготовить и в духовке. Если, например, вы исключаете жареное. Тевтели у меня обжарили с одной стороны. Я их перевернула. И не дожидаясь, пока они обжарятся с другой стороны. В этом необходимости нет. Я заливаю их приготовленным томатным соусом. Залили. Прикрываю крышкой. Уменьшаю нагрев плиты. И тушу их до готовности. Они получаются очень сочные внутри с сыром. Вы не представляете, как это вкусно. Пока готовятся тевтели, я подготовила зелень. Здесь у меня немного петрушки и укропа. И мелко-мелко нарезаем. Когда тевтели приготовятся, я сверху посыплю зеленью. И тогда они будут еще вкуснее и ароматнее. Вы можете, в принципе, использовать любую зелень, какую вы любите. Ну вот, тевтельки готовы. Сверху я их посыпаю мелко резаной зеленью. Укропа и петрушки. Вот так. Зелени не жлейте. Это будет вкуснее. И сейчас мы будем ужинать. И вот такие нежные и сочные тевтели с баклажаном у меня получились. Готовятся они очень легко и просто. Требуют немного времени и немного ингредиентов. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также заходите в мою группу ВКонтакте, делитесь своими рецептами и оставляйте свои рекомендации. И не забудьте подписаться на мой второй канал. А вам всем желаю готовить, экспериментировать. Ведь экспериментировать это классно. Всем пока-пока. До новых встреч. Готовьте с любовью. Готово. Готово.